Здравствуйте, заходите. Съемок трудился в поле, что вскоре смогут обрести собственное жилье. Когда вселились, если честно, даже когда стройка и шла, еще вот до последнего не верилось, что это уже наше будет. Ну, когда уже переехали, когда мы уже здесь прописались, это уже все. Это уже свое. Так быстро все вот. На очередь мы стали раньше еще с появлением четвертого ребенка. По поводу участок, приобретения вот этого всего, это быстро у нас было. Сбор документов. До этого многодетная семья проживала в квартире, которую предоставила ОАО «Парахонская». Но с четырьмя детьми там было тесновато. А большой просторный дом, построенный буквально за несколько месяцев, решил жилищный вопрос. Сподвиглись на все благодаря указу президента Республики Беларусь номер 240 о государственной поддержке граждан при строительстве и реконструкции жилых помещений, который был принят в августе 2017 года. Когда узнали о этом указе 240, мы тогда уже задумались, потому что самим, сами понимаете, это нереально. Конечно, мы счастливы за то, что вот такой указ вышел, за то, что государство предоставило нам такую возможность. То есть это все. Дом – это все. Семье Дробович, в которой воспитывается четверо детей, государство выделило адресные субсидии на погашение всего долга по кредиту, взятому в банке на строительство. Совсем скоро вселится в свой новый дом и семья Поколюк. Как говорит многодетная мама, родню на новоселье позовем уже на троицу. А ведь в очередь на улучшение жилищных условий стали только в конце 2017 года. Взяли вот почти 100 квадратов. Дом мы выбрали в Республике проект. Все, и вот уже начали в ноябре начали строиться. Я очень довольна, что вот разрешили вот эти льготные кредиты, что именно действительно свой дом, своя крыша уже как бы. К таким темпам индивидуального жилищного строительства в ОАО «Парахонская» готовы. Разрабатывают проект застройки еще двух кварталов, где участки предоставят в числе других и многодетным семьям. За 2018 и вот январь-февраль 2019 года у нас уже сдано в эксплуатацию 9 домов, именно многодетные семьи. На сегодняшний день 18 многодетных семей у нас строится. Из них, значит, 16 начали строительство, а два в стадии оформления кредитов. С момента действия 240-го указа в Пинском районе в списке получивших адресную субсидию 143 семьи разных категорий. В настоящее время, на этот год, значит, пока запланировано только 10 семей включения, но постепенно при выделении финансовых средств мы включаем этих людей, семей на получение данного вида государственной помощи. Всего же в прошлом году введено в эксплуатацию 24 тысячи квадратных метров жилья. На этот год запланировано 21 тысяча, включая индивидуальные и многоквартирные дома. Дождались праздника и на этой улице. В домах на Парковой в деревне Заполье теперь будет чистая, качественная вода. В течение полугода все желающие сельчане смогут подключиться к новому водопроводу, который открыли символично во Всемирный день воды. 600 метров подводных сетей здесь проложили буквально за два месяца. Водопровод был тупиковым. То есть все осадки от ржавчика, все собирались в конце этого провода, и потом все это вытекало из кранов жителей домов. Теперь закольцевали водопровод, вода будет проточная, промываться будет и осадка, и этих свежих смесей будет намного меньше. Такой подарок деревня получила благодаря проекту «Трансграничные водные инспекторы». На пути к совместному мониторингу и освоению водных ресурсов бассейна реки Припять, Пенский и Любешовский районы успешно воплотили экологическую инициативу, которая софинансируется Евросоюзом в рамках программы территориального сотрудничества «Стран Восточного партнерства Беларусь-Украина». Самое главное, что мы те задачи и цели, которые ставили перед собой, мы выполнили. Этот проект действительно помог понять нашим деткам, что экологическая тематика и проблема воды на Полесе – это очень важная тема. Сегодня мы открыли этот водопровод, и я надеюсь, что это будет отправной точкой для дальнейшего сотрудничества и с нашими украинскими партнерами. Думаю, что в дальнейшем будущем мы будем реализовывать и более серьезные проекты, только чтобы это было во благо развития нашего региона, во благо улучшения качества жизни наших людей. Белорусским партнером выступил Пинский райсполком совместно с Фондом «Интеракция», украинским – Любешовская районная администрация с экологической организацией «Мир вокруг нас». Общий бюджет проекта – без малого 280 тысяч евро, 90% вклад ЕС. Программа не единственная. Всего программ территориального сотрудничества в рамках политики Восточного партнерства – 4. Это Белоруссия-Украина, Украина-Молдова, Грузия-Армения и Грузия-Азербайджан. То есть наша программа – одна из четырех. Всего в рамках программы реализовалось 13 проектов. В различных сферах – это экономика, трудоустройство, охрана окружающей среды и здоровья населения и культура. Открытие водопровода местные власти называют отправной точкой для дальнейшего сотрудничества с украинскими партнерами. Проект «Трансграничные водные инспекторы» успешно завершен. На финальной конференции и мероприятии для участников школьных экологических клубов подвели итоги «Зелёного движения» и обсудили дальнейшие перспективы «Экоинициатив». Обмены у нас начались в ноябре. Мы организовывали их каждые выходные. То есть каждый выходной у нас выезжали ребята из Украины и из Белоруссии, встречались на границе и приезжали в школу. После чего, получается, они шли знакомиться с речками своих друзей, убирали там мусор, а некоторые делали гидрохимический анализ воды. Я надеюсь, что все-таки в нас надалі будет обмін между вчителями, тобто, керівниками цих мешкельных экологических клубов. Если узнают какие-то финансовые ресурсы, то надеюсь, что так же будет коммуникация между детьми, потому что их показывает практика по реализации этого проекта. Детям дуже сподобалось, вони знайшли багато нових друзей, і їм дійсно стає дуже цікаво досліджувати природу, досліджувати те, що воно нас. Защита водних артерий продолжает оставаться приоритетным направлением в работе двух соседних регионов. Так, обе стороны подписали соглашение о сотрудничестве между заказниками «Средняя Припять-Беларусь» и «Припять-Стоход-Украина». В рамках международного проекта «Город дружественный детям» в ноябре прошлого года был дан старт работе Пинского районного детского парламента. Любая инициатива должна быть услышана и своеобразным проводником, который мог бы доносить идеи молодежи до органов местной власти, руководящих структур, и является детский парламент. Буквально за несколько месяцев работы у ребят возникло много идей и проектов, которые они озвучили на встрече в Пинском районном исполнительном комитете. Перед самой встречей с главой района для ребят была организована экскурсия в Пинском райисполкоме. Приветствовал юных парламентариев заместитель председателя Дмитрий Полховский. Дмитрий Георгиевич познакомил со структурой исполнительной власти и его работой с теми, кто занимается управленческой деятельностью, обозначив при этом главный принцип, которым руководствуются сотрудники исполкома. Запомните самое главное. Всегда необходимо действовать в рамках законодательства. В любом случае. Когда ты действуешь в рамках закона, улыбаешься, все вопросы, ты всегда будешь прав. После знакомства с подразделениями местной районной власти состоялась встреча с председателем райисполкома Игорем Брилевичем. Игорь Максимович тепло приветствовал представителей детского парламента, в состав которого входят общественные молодежные лидеры, лучшие ученики района, победители олимпиад и конкурсов. Я с радостью согласился на эту встречу для того, чтобы, в первую очередь, выслушать вас, стараться ответить на те вопросы, которые вас волнуют, узнать больше о том, чем вы занимаетесь, что вас побудило, возможно, вступить в члены парламента, да, ну и вот какие вы для себя цели определили и задачи вашей деятельности. Ребята задали вопросы, обозначили свои проблемы и поделились идеями. К примеру, ученики Пинковической средней школы реализуют проект «Селфи-стори», посвященный году малой родины. Селфи на фоне достопримечательностей района и фото трех поколений семьи вполне можно разместить на баннерах, и они станут хорошей социальной рекламой. Не менее интересную и весьма полезную инициативу проявили ребята из Молотковичей. Мы пропагандируем наш спорт воркаут. Воркаут, он под открытым небом. Это определенный род занятий, как на турниках, только более специализированный и с гимнастическими элементами. Молоткочи удалены от города. И покупка абонементов в зал, плюс расходы на топливо, то есть как-то добраться, не каждый себе может такое позволить удовольствие. И вот, наверное, самым лучшим выходом будет построить воркаут-площадку. Эта инициатива нашла поддержку председателя районного исполнительного комитета. Вполне возможно, что в ближайшем будущем в сельских населенных пунктах начнут появляться воркаут-площадки, по примеру, детских, коих в районе в последнее время построено более 20. После проработки финансовых вопросов будут даны конкретные поручения. Спасибо вам. Вы просто проявляете активную гражданскую жизненную позицию. Я уверен, что если так будет продолжаться, то результат не заставит себя воркаут-площадку. Поэтому молодцы так доживать. Спасибо. Всегда будем стараться вас услышать и по мере силы возможности реализовать те общие позиции, которые мы определим. Безусловно, общение с руководством района воодушевило молодых людей, и в будущем они станут генераторами новых творческих, научных и социальных инициатив. Очень все дружелюбно было, непринужденно. Не то, чтобы боялись слова сказать, что вдруг что-то не так скажем. Все наши предложения были рассмотрены, оценены. Сказали, что в ближайшее время будут приниматься какие-то меры по их рассмотрению и осуществлению. Понравилось больше всего предложение о воркауте. Если откроют, то даже я, наверное, буду ездить в Молоткович. Будем принимать какие-то инициативы по улучшению нашего Пинского района, для того, чтобы делать его все лучше и лучше с какой-то молодежной точки зрения. Вот как мы видим это именно и при помощи опыта и профессионализма более старшего поколения мы добьемся плодотворного результата. Юбилей главного документа страны. Конституции Республики Беларусь 25 лет, а традиции вручать паспорта молодым гражданам своей страны 16. С 2004 года по инициативе Белорусского Республиканского Союза молодежи стартовала ежегодная патриотическая акция «Мы граждане Беларуси». Лучшие учащиеся учебных заведений Пинского района, спортсмены, активисты и общественники удостоены чести получить паспорта в торжественной обстановке из рук заслуженных и уважаемых людей. Я сегодня хочу от района исполнительного комитета, от района Совета депутатов и себя лично поздравить вас с этим знаменитым днем и пожелать крепкого здоровья. Данный документ перед вами открывает большие права, но и возлагает на вас огромные обязанности. Не только обязанность, но и серьезная ответственность, которую современное поколение пинщины осознает. В своем столь юном возрасте они уже много сделали для того, чтобы ими гордились не только родители, родная школа, но и весь район. А получив паспорт, достигнув совершеннолетия, по примеру своих родителей пойдут на выборы и сами определят свое будущее. И станут добросовестными работниками, талантливыми руководителями, заботливыми родителями и хорошими людьми. Я очень волновался и я очень рада тому, что мне было честь получить паспорт в такой обстановке. Конечно, это очень волнительно, но вместе с этим берет очень большая гордость за свое государство, за свою школу, за своего ребенка в первую очередь. Что в такой важный день нам такая возможность предоставилась, нам вручили паспорт. Хочется, чтобы они, конечно, любили свою родину, жили и поступали по совести и были ответственными. Всем участникам акции были подарены Конституция Республики Беларуси сувениры от Общественного объединения «Белая Русь». Преодолев своего рода новый рубеж, получив паспорт гражданина Беларуси, молодежь района будет воспринимать себя частью большой страны и гордиться этим. Счастье мир откроем, смесь и дом построим, пусть до всех он станет близким и родным. Счастье будет рядом, только помнить надо, будущее Родины строить молодым. Будущее Родины строить молодым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Звучали слова благодарности за их труд, за то, что они вдохновляют мужчин на все успехи и достижения. От имени руководства района прекрасную половину человечества с днем 8 марта поздравил заместитель председателя Пинского райисполкома Дмитрий Полховский. Наша Пинская земля благодарна самоотверженности, таланту, профессионализму женщин, которые трудятся для процветания родного края. Сегодня жизнь нередко ставит перед нами трудные задачи, диктует жесткие условия, заставляет принимать ответственные решения. Вы наряду с мужчинами с честью выносите многочисленные испытания. Милые наши женщины, благодарю вас за теплоту и щедрость, за огромное трудолюбие и любовь, за понимание и заботу, которую вы даете людям. Будьте всегда самыми привлекательными и очаровательными, обаятельными и неповторимыми. Будьте, как сама весна, солнечные, нежные, ласковые. Пусть в ваших семьях царят уют и взаимопонимание, благополучие и достаток. С праздником вас, прекрасные и очаровательные женщины! С днем 8 марта! С днем женщин! Слова искренней признательности Дмитрий Георгиевич адресовал всем женщинам, работающим в органах исполнительной власти, культуре, образовании, торговле, здравоохранении, промышленности и сельском хозяйстве, финансово-банковской сфере, правоохранительных органах. Строгие, требовательные и обязательные на работе они остаются очаровательными дамами, которые решают важные задачи в жизни района и вместе с тем создают его будущее. На Пинщине делается все необходимое, чтобы представительницы прекрасной половины человечества имели все возможности для развития своего потенциала, смогли реализовать свое главное предназначение – материнство. Сегодня в Пинском районе проживает 1841 многодетная семья. 171 женщина награждена Орденом Матери. В этот праздничный вечер все было посвящено им – стихи, песни, признание в любви и цветы от имени председателя райисполкома Игоря Брилевича. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу в нескольких местах в Пинском районе с размахом отмечали Масленицу. Одно из них – агрогородок Плещицы. Сильный ветер с дождем не помешали собраться здесь местным жителям и гостям из соседних деревень, которые искренне признаются в особых симпатиях к народному празднику. Популярное издревле – оно остается таким и сейчас – веселым и насыщенным театрализацией. Некоторым счастливчикам повезло уйти не с пустыми руками, а, к примеру, с лотерейным призом – живой курицей. Очень сильно любим Масленицу. Детки очень любят. Любят что-то покупать, подарки, блины, драники. Очень любим. Уже с утра блинов наелись. Хороший праздник, прощание зимой. Встречаем, ждем весну. И многие действительно верят, что масленичные гуляния помогают прогнать зиму и наступить долгожданной теплой погоде. Чтобы это случилось как можно скорее, водят хороводы и поют специальные песни, призывающие приход весны. Вы можете представить себе весна, весна идет. Жавороночки прилетите, весну красную принесите, а зимочку заберите. По традиции, раньше Масленицу отмечали целую неделю. Устраивали массовые развлечения, походы в гости, в том числе к тещи на блины, которые обязательно принято употреблять, вместе с сыром, маслом и другой, но не мясной пищей. Кульминация праздника наступает именно в воскресенье, прощенное. День, когда принято просить извинения за причиненные обиды и в свою очередь прощать их. Об этом гостям праздником напомнила глава местного сельсовета Ольга Медведь. Несмотря на такую погоду, хочу, чтобы у вас оставалось солнечное весеннее настроение. Не случайно, что каждый раз Масленица у нас проходит в прощенное воскресенье. Поэтому хочу попросить у вас всех прощения и я вас всех прощаю. С праздником, дорогие! Ну и как же без угощений, которые на таких праздниках предлагают бесплатно? Тут уж хозяйки постарались угодить гостям Масленицы. Бабы же у нас крутые, сегодня же умеют еще работать. Тут и драники, тут и свинка с хвостиком, и калачи, и узвар зварили. Клинцы, оладки, насколько популярна эта пища в деревне сегодня? Так мы без их никуда. Драника, это же наша национальная ежа, мы же ее едим. И в святые, и в будни, а как уже едем куды на святые, так мы уже стараемся сделать далекотез, таки, чтобы люди радовались нашей ежи. С чистого понедельника начинается Великий пост. Он в этом году продлится до 27 апреля. Редактор субтитров А.Семкин